Доктор, скажите, пожалуйста, а насколько вообще нужны ребенку ванночки и все эти приспособления? Я понимаю, вы наслушались доктора Комаровского, похоже. Ребят, поймите, конечно же, мы все прекрасно понимаем, что ребенка можно с момента заживления пупка, то есть практически с 7-8 дней от роду, купать в большой домашней ванной без какой-либо проблемы. При этом уж точно он у вас поместится и на животе, и на спине, и нырять, и купать, и закалять, в общем, как угодно. Другой вопрос в том, что все, что мы сегодня видели, и матрасики, и всякие подставочки, где он может сидеть, мы можем ведь поставить с вами, куда? И в большую ванну. Так нужны нам ванночки маленькие? Неправильно, нужны. Почему? Потому что вот все те, кто сейчас хором сказали, не нужны, это же люди какие, которые ухитрились родиться в центре страны, в городе, где у них есть ванна, оказывается. А у нас, оказывается, есть куча народу, которые понятия не имеют, что такое ванна. А еще я вам другое расскажу. Ведь в большую ванну надо что сделать? Набрать воды. А пол ванны – это примерно 100 литров. Пол ванны, да? А у нас экономия. У нас вообще воды может не быть никакой. Так что, извините, пожалуйста, если в стране начались перебои с водой, так что мы будем делать? Не купать? Будем купать. Но если уж нас так угораздило родиться или начать размножаться в трудные времена, когда нет воды, то тогда нам придется купить маленькую ванночку. Но да, будет сложнее, но тем не менее, наши же родители нас купали в маленьких ванночках. Вот мы какие симпатичные выросли. Дорогие друзья, спасибо, что вы с нами. И будьте всегда в курсе последних наших новостей. Подписывайтесь на наш канал в YouTube. Спасибо за субтитры Алексею Дубу!